Большое спасибо. Дальше. Про себя я уже рассказала. Также еще и дать партнером UBS с недавних пор. Спасибо большое за ваши плюсы. Очень-очень приятно. Буду рассказывать очень быстро и коротко. Задача. То есть полтора года назад передо мной встала задача, что у меня не оцифровываются клиенты совсем. То есть они приходили, покупали, потом еще раз покупали, и еще покупали. И в итоге у них встал вопрос, а где скидка постоянно покупателям? И мы вам скидка, вам не скидка, вас помним, других не помним. То есть все был ужасный бардак в этом. И стояла задача оцифровать клиентскую базу для того, чтобы с ней потом работать. Поэтому следующая задача. Внедрить CRM-систему в бизнес, создать понятную программу лояльности для покупателей, чтобы им было понятно вообще, за что они получают скидки, и таким образом они будут ими пользоваться. Также иметь возможность взаимодействовать с этой клиентской базой, отслеживать качество обслуживания, что очень важно, потому что мы на сервис направлены на все 100%. То есть у нас продаж и наши продажи строятся полностью на обслуживании покупателей, именно работой продакционов. Увеличение чистой прибыли за счет повторных покупателей. Я помню еще, UDS нас спасает в спаде продаж. Как уже сказала Мария, что есть активность, причем достаточно прослеживающие. Поэтому программы и бонусы очень сильно помогают возвращать клиентов. Что мы используем в UDS? Оцифровка клиентской базы, соответственно. Оцеленная работа с базой. То есть мы ее не просто установили и ждем, что он будет работать. Мы с ней работаем. С обратной связью, с отзывами, с сообщениями. Маркетинг, то есть новости мы выкладываем туда. Об этом я тоже сейчас расскажу. Я анализирую статистику еженедельно. То есть смотрю, сколько клиентов вернулось, сколько зарегистрировалось новых и так далее. Мы начисляем дополнительные баллы. То есть не просто заплаты, а дополнительные баллы сейчас про них тоже раскроем. Про нашу клиентскую базу. Да, у нас почти 14 тысяч клиентов. Это за полтора года работы. Плюс те, кто скачали приложение, их 9900. То есть остальные у нас зарегистрированы либо по номере телефона, либо скачали приложение. То есть вот тут написано, не скачавших и не зарегистрировавшихся в EDS. Но 9900, с которыми мы работаем, это очень тоже неплохой результат. И за все это время через EDS у нас прошло 11900 покупок. Далее. Статистика. Вот такую цифру мы видим общий счет. То есть такая огромная цифра 100 миллионов у нас прошло оборота через EDS. То есть покупок оплатили в рублях. Сколько вот у нас на данный момент оплатили валами. И средний чек тут тоже показан. То есть через EDS у нас средний чек больше, чем проходит по кассам. То есть наши постоянные покупатели за счет того, что они покупают у нас больше, держат, соответственно, средний чек больше. Также я вижу всю статистику по операциям. Здесь я выделила часть, где был карантин. То есть мы в этот момент не списывали баллы, но мы их начисляли. То есть мы активно начисляли нашим покупателям баллы. И, соответственно, когда карантин закончился, все активно пришли, начали тратить, покупать. То есть в июле, когда закончился карантин, и начали работать торговые центры. Август у нас были вообще супер месяца. Никогда такого не было. То есть был огромный скачок продаж. Я думаю, что заслуга нашей бонусной программы в этом тоже есть. Также немаловажно это рекомендации. То есть мы нашим покупателям прямо на кассе объясняем, как можно рекомендовать друзьям, передавать карточку через приложение, как делиться для того, чтобы получать кэшбэк с покупок своих друзей. И вот что мы видим. То есть тут по уровням. Мы дошли уже до пятого уровня. И тут я специально написала цифры, что на первом уровне у нас совершили покупки 11 800 клиентов. На втором уровне, то есть кто-то порекомендовал, и по этой рекомендации пришли 86 людей и купили. А вот со второго уровня порекомендовали дальше, и купила 11 человек. Дальше четвертый уровень 9, и пятый 10. То есть мы на это не затратили ничего абсолютно. Мы просто когда-то установили себе бонусное приложение, платим аренду каждый месяц. Это единственное наше вложение в данный инструмент. И благодаря тому, что люди нас рекомендуют, к нам приходит дополнительный трафик, который покупают, потому что он уже горячий, нас уже порекомендовали. Это страфанное радио, оно вообще отлично работает. Дальше. Также в статистике я тут долго не буду в нее углубляться. Очень много можно посмотреть разных вариантов, разных анализов. То есть вот здесь рекомендации, клиенты по количеству рекомендаций и оплат. То есть вот, допустим, есть клиенты, которые купили у нас 49, 48 раз, 39, 35, 28, 22 и так далее. То есть там огромный рейтинг. И вот эти клиенты, они уже с повышенным кэшбэком. То есть у них тут корона такая нарисована, и у них повышенный кэшбэк из их покупок, из рекомендаций. Далее. Отзывы. Немаловажный момент, потому что отзывы, это очень важно, это оценка качества вообще обслуживания в магазине. Тут видно каждый отзыв, потому что людям предлагается после покупки оценить, сразу же появляется поле оценка качества обслуживания. Можно написать свой комментарий, можно поставить оценку. Вот что мы видим. То есть в основном у нас тенденция и в Дубальгисе, и в Инстаграме, и в ЮДС. У нас оценивают не столько одежду, не магазин, а именно обслуживание. Обслуживание продавцов, наших консультантов. То есть вот пишет. Спасибо консультанту. Девочки у вас очень приятные. Как всегда на высшем уровне спасибо. То есть девочки обслуживают покупателей настолько классно, настолько классно они подбирают образы, что к нам можно просто приходить без стилиста, и девочки оденут просто с ног до головы, сделают большие чеки. То есть это тоже очень классно. И здесь можно отследить этот момент, вообще прочитать, узнать. Соответственно, не всегда бывают отзывы положения. За полтора года пользования ЮДСом я встретилась с двумя негативными отзывами, только с двумя. Вот это из последних. Он был буквально несколько дней назад. Пример отработки длинных отзывов. Что случилось? Девушка сама зарегистрировалась в ЮДС. На кассе ей не предложили списать баллы. Это, конечно, недоработка консультантов. Работа была сразу же проведена в этот же день. Хотя отзыв пришел в 9 вечера. То есть я сразу связалась со своими консультантами, узнала, в каком магазине это произошло. Мы сразу написали девушке. Мы с ней обсудили этот вопрос. И этот активный отзыв мы перевели в положительный. Каким образом? Мы выяснили, что случилось. Мы ее выслушали. Мы начислили ей дополнительные баллы. На что она потом нам ответила. Спасибо вам. Магазин и правда понравился. И дальше она написала, что вроде она к нам все равно вернется. То есть если бы мы не отработали этот отзыв, скорее всего, у нас остался бы негативный покупатель. Она пошла бы не очень хорошая у нас репутация. В общем, немножко подпортила ее. Делается быстро. Все делается онлайн. Покупатель остался доволен. Причем мы ничего не потеряли. Мы просто накопили ей баллы, чтобы она пришла и еще раз потратила у нас деньги. Мне кажется, что это очень классно. Дальше. Там же мы отслеживаем источники трафика. То есть у нас видно, откуда люди зарегистрировались, откуда они пришли, с какого торгового центра. Тут у нас и премьер, солнечный, сети, мол. Зеркал это в премьерочной произошло. Либо это произошло уже на кассе. Там тейбл-пенты стоят. Также есть админ-приложение. И на чем хочу сделать акцент. Через админ-приложение у нас совершено 211 покупок на полтора миллиона рублей. Что это значит? Это значит, люди просто сидели в UDS, искали, может, одежду, может, просто там какие-то компании смотрели, добавились к нам, пришли и купили самостоятельно. Мы для этого ничего не сделали. Мы просто когда-то установили приложение, теперь люди пользуются и сами к нам приходят и покупают. То есть это тоже огромный, огромный. Дальше. Еще один наш источник тракта, это Инстаграм, соответственно. То есть у нас есть Инстаграм. Ссылки вот здесь на сайте есть. То есть можно перейти на Таплинк. Здесь у нас есть кнопочка «Получить скидку 350 рублей на первую покупку». Люди туда заходят и сразу отправляются в UDS. То есть им надо скачать приложение, и тогда они сразу будут начислены баллы. Там будет наша карточка, и они сразу уже могут прийти и купить. Когда мы только начинали запускать UDS, мы активно-активно выкладывали эту ссылку, и люди переходили по ней и приходили и покупали. То есть они писали нам в директ, писали обратную связь, а как воспользоваться. То есть Инстаграм у нас с UDS очень хорошо дружит. Допустим, вот сейчас у Марка мы начислили дополнительные баллы всем нашим покупателям, и они нам и в Инстаграме писали, то есть «О, я видела, у вас баллы в UDS вы нам начислили, я обязательно приду, обязательно потрачу». И приходят, и тратят. То есть это очень здорово, я считаю. Вот, собственно, про что мы и сейчас поговорим. Это дополнительные возможности вообще для маркетинга. «Новости». Выкладываю активные новости, то есть если у нас проходят акции, скидки, что-то интересное в магазине, отправляем в пушу уведомления через приложение. Это бесплатно. Начисляем дополнительные баллы. Вот как я рассказала про 8 марта. Люди активно нам еще в сообщения писали «Спасибо, спасибо, спасибо, обязательно придем». То есть такую обратную связь тоже очень приятно получать. Дарим сертификаты, то есть какие-то дополнительные. Допустим, можно подарить сертификаты своим самым, часто покупающим клиентам. Для чего? Для того, чтобы они приходили и покупали еще чаще. Кросс-маркетинг. Мы обменивались салонами красоты сертификатами. И своим клиентам дарили сертификаты, допустим, салона красоты, а салон красоты дарил наши сертификаты для того, чтобы обменяться в клиентской базе. И также у нас настроено автоматическое начисление баллов ко дню рождения. То есть за три дня до дня рождения покупателям нашим, кто у нас зарегистрирован в EDS, приходят баллы. И сообщение, что «Поздравляем вас с наступающим праздником, приходите, тратьте у вас вот столько-то баллов». То есть это очень тоже здорово, очень классно. Вот так выглядят новости. То есть я пишу новость, прикладываю фотографию. В ленте EDS у покупателей это появляется. У кого подключены пуш, пуш-уведомления в приложении, им приходит уведомление. То есть вот можно отправить уведомление. Они видят это. И также, кстати, пишут, были случаи, когда на выпуске акция, вот здесь акция распродажа, и люди прямо в сообщениях интересуются, а как я могу списать баллы, как я могу им воспользоваться. И самое главное, вообще, как получилось достигнуть такого результата в сравнительно небольшой период времени. То есть у нас произошло очень быстрое внедрение. Мы долго не разговаривали. То есть мы с нашими программистами связали кассу с приложением, то есть сделали интеграцию с кассой. Написали скрипты для персонала, провели несколько планерок, объяснили вообще ценность, для чего это нужно. Потому что донести до персонала информацию — это очень важно. Они должны понимать, что в их же интересах регистрировать людей, прилагать им на кассе, рассказывать про это бомбусное приложение и, естественно, рассказать для них выгоду. Вот. У меня происходит постоянная работа с приложением. То есть за полтора года чуть ли не на ежедневной основе я занимаюсь UDS, занимаюсь работой с клиентской базой. Использую по максимуму все функции, которые есть в приложении. Полная вовлеченность покупателей в программу лояльности. То есть это вот та же самая работа персонала. Рассказывать, показывать в Инстаграме. Вообще громко заявлять о том, что мы пользуемся этим приложением. И, естественно, искреннее желание дать клиентам возможность покупать со скидками. То есть у нас в начале у меня стояла задача очень искренне сделать и возвращаться. То есть тратить потом свои скидки, свои баллы и получать с этого удовольствие. Также я выделила еще напоследок приятный бонус. Да, сейчас я расскажу выгоды для персонала. Приятный бонус – это благодаря проделанной работе, вообще как мы внедрили, как мы пользовались UDS, использовали все возможные функции, наши покупатели сами просят зарегистрировать. То есть самое классное, вот просто от себя поведусь, это то, что люди сами приходят, вот мои бонусы, вот спешите, спешите, хочу воспользоваться, дайте возможность, дайте заказать. То есть мы их еще разрешаем использовать почтой, то есть онлайн мы тоже баллы списываем. У нас очень много заказов по России. И онлайн мы тоже работаем через UDS, начисляем людям баллы. И то есть люди сами активно там баллы начисляются в течение суток, и люди сами пишут, допустим, проходит 12 часов, а баллы не пришли. Ну, у нас есть сутки, не то, чтобы они начислились. И они уже сами пишут, где мои баллы, где, почему они не пришли, я у вас покупала, мы им сразу, естественно, отвечаем, говорим, подождите чуть-чуть, баллы обязательно придут. Если не придут, мы все вам начислим, все проверим, все посмотрим. Так что не переживайте. Вот, и дополнительный бонус – это отработка возражений. То есть вот, выгода первая для персонала – это отработка возражений. Все знаете, что покупатели любят старшую, а где у вас скидки, а какие скидки, акции и так далее, либо дорого, да, у вас там дорого, хотя у нас цены даже ниже среднего, то есть сегмент недорогой. И с помощью приложений мои консультанты отрабатывают эти возражения. То есть люди спрашивают, у вас есть скидки? И консультанты сразу переводят вопрос. У нас скидок нет, а вы бонусным приложением EG используетесь, и все, и пошел диалог уже в другую сторону. А покупайте, а давайте я вас сейчас зарегистрирую, у вас будет скидка, мы вас сразу, и выстраивается диалог уже в нужном для нас в условии. И также дорого. То есть мы отрабатываем это возражение и дополняем его тем, что у нас есть постоянная программа лояльности, и вам будет потом не то, что даже дорого, а просто приятно к нам приходить, потому что у вас всегда будут скидки. И еще выгоды для персонала. Это та же самая мотивация. То есть раз мы постоянно анализируем, видо еще есть такая функция, там есть KPI. Можно настроить KPI, посмотреть. Мы устраивали конкурсы, у кого больше за неделю там будет регистрации, у кого средний чем будет больше. То есть мы персоналу давали возможность получить преимущество. Соответственно, они еще более усердно рекомендовали, регистрировали людей. Это было вот на этапе запуска. То есть персоналу выгодно. Им выгодно, то есть у нас командная работа. Мы им объясняем, что очень важно все моменты использовать в работе. И сервис, обслуживание, продажи по всем пунктам. И также UDS. Для чего? Для того, чтобы в их же интересах, чтобы трафик возвращался, чтобы у них всегда был трафик. То есть со своим персоналом просто надо разговаривать. И они у нас прям постоянно. То есть UDS, UDS. Я считаю, что это главные выгоды. И с персоналом можно постоянно играть, постоянно им объяснять, давать им мотивацию для того, чтобы они... ...своим друзьям, семьям, всем-всем-всем сами рекомендуют. У нас все одеваются. Все, кто наши одеваются, у нас в магазинах. Все, у меня время вышло как раз. Мы вложились в тайминг. Что хочу сказать. UDS — это реально прикольный инструмент. Классный. То есть я его искренне советую. Вообще предпринимателям, у меня знакомые друзья, предприниматели, подруги. Мы настроили UDS для того, чтобы была возможность оцифровать. Это недорого. Это офигительная статистика. Я до этого пользовалась другим сервисом. Там за те же деньги, ну, статистика не такая интересная была. А здесь прям живое вот такое общение с людьми. Люди постоянно на связи. И на данный момент вообще там в 21 году сейчас это очень актуально. В принципе, у меня все. Ольга, я готова отключаться. Вот наш Инстаграм, наше приложение я тоже показывала. Все, всем огромное спасибо. Если есть вопросы, я могу на них...